Начнем с темы обзора книг по C++17 и как изменить код на C++ стандартный. Вот так выглядит книга, по ссылке можно ее купить, мои комментарии по поводу этой книги. Мне очень хорошо описаны основные изменения в C++. Есть очень маленькие и хорошие примеры, если кому-то интересны более детали или Proposal, там тоже есть все линки и там очень хорошее сравнение с Boost Library. И там описаны изменения без всякой воды, кратко, ясно. Описывается поддержка компиляторов, но все равно нужно проверять и C++ reference, там более актуальная картинка и собственно эта презентация построена на этой книге. Я всем советую, кто хочет изменить изменения, которые были в C++17 и сейчас пройдемся по основным изменениям. То, что удалили в C++17 и точно считает устаревшим. Ну, первое это удалили AutoPTR, который раньше считался как warning, сейчас будет ошибка компиляции. Удалили регистр KeyWorks, оператор постинкремента булавска и удалили объявление throw. Теперь нужно использовать noExp либо noExp.false. И вместо std random shuv нужно использовать shuv. И стандартные итераторы считаются как устаревшими. Вместо них рекомендуют использовать категории итераторов. Также то, что было исправлено в C++17, это исправлено объявление initialization листа. Некоторые компиляторы это изначально поддерживали, но это было не явно. Например, вот у меня сейчас на проекте еще студия 12 и там вот если объявить один элемент в этих фигурно-скопах, то это было считаться как installation list, а не какая-то переменная int и так далее. И наконец-то убрали указание месседжа в static assert. Теперь это можно проявлять как, например, boost static assert. Также были изменения в for statement. До C++17 мы должны были использовать одинаковые типы в begin и end. Из нового стандарта мы можем использовать разные типы. и если, как и в степи, то по-другому развертывается сам for statement. Но это имеется в виду, когда он написает for, какая-то перемена, двоеточие и какой-то контейнер. Кому более будет подробно, можно будет по ссылкам перейти и более подробно посмотреть. Также были исправлены порядок вычисления. У нас есть класс, у него есть два метода и есть два метода вне класса. И как раньше вычислялось, до C++17 вызывался этот класс, который типа completeFloat, дальше вызывался completeInt и потом вызывались методы класса. Сейчас немного изменился порядок. Сейчас вызывается completeFloat, потом addFloat, потом completeInt и addInt. Это тоже нужно будет учитывать при переходе на C++17. Что еще добавили? Упростили связывание возвращаемых переменных. То есть как у нас было до C++17? У нас есть какой-то массив, мы хотим проверить, уставился элемент, был вставлен элемент или нет. Мы объявляли два итератора, буловскую переменную, делали sttile и потом эту буловскую переменную проверяли. В C++17 это намного простили. Можно написать auto, название переменных, оно само определить его тип и проверить эту переменную. То есть это намного проще. Также можно связывать элементы массива. Чтобы не проходить по каждому индексу, можно указать в этой конструкции и он автоматически просвоится. Также намного проще это просваивать переменные из stdPayer. И это можно использовать для структуры. тоже у нас есть две структуры, x, y и можно просто написать auto, квадратные скобки и это происходит, это переменные. И вот такой кейс, который очень часто встречается, это допустим прохождение по map. можно указать прямо в for эти две переменные и их обрабатывать. Намного это проще. Также это можно связывать с у нас есть какой-то класс и мы хотим, чтобы в этого класса, допустим у нас есть какие-то приватные методы, но мы их хотим использовать в этой конструкции. Для этого нам нужно создать метод get и с помощью if const exp мы проверяем индекс и вызываем нужный нам метод, который возвращает нам нужный параметр. да и кстати в 17 наконец-то добавили if const exp. Это тоже намного проще. И также нам нужно сделать переменную tab type size для нашего конкретного класса и в этой структуре сделать переопределение наших типов. И можно это и вот так вот использовать наш класс тоже это намного проще и удобнее. Тоже было упрощено использование декларации переменных в условии if. Как мы раньше делали на съезд какая-то строка, мы там искали и удаляли переменную, а потом по соединению переменную мы ее проверяли. Сейчас это можно намного попроще в самом if создать эту переменную и сразу ее проверить. Тоже очень часто встречаемые примеры из мэпа, когда мы оставляем элемент, мы можем сразу в этом if и проверить, поставился или не ставился. также добавился const exp для лямбд, но есть ограничения типа нельзя использовать ассемлитровые заставки, goto, goto, label, trueblocks и статические перемены, которые объявлены не этой самой ламбдой функции. Также упростили использование вложенных namespaces. как раньше приходилось строить вот такое вот дерево, сейчас это можно записать в одну строку, более читабельное и меньше кода занимает. Также упростили работу для шаблона. Мы можем теперь не указывать в шаблонах, когда мы объявляем переменную сам тип. как раньше, например, нам нужно было указать этот тип, потом типа указать тип, все параметры стикл плюс 17 это можно убрать и написать без вот этих треугольных скобок. Но это, как по мне, стрёмная фича, но в принципе для некоторых случаев это удобно. читабельно это не читабельно, но думаю, у каждого свое мнение. И также были добавлены фолт экспрессионы. Я более детально не стал рассказывать, потому что у нас предыдущий доклад Александр был по поводу фолт экспрессионов. я думаю, кому более интересно, можете перейти по видео посмотреть. И насчет вернемся к шаблонам. сейчас можно в шаблонах указать место вот этого type name указать auto и передать саму перемену. Раньше нам нужно было указывать type name, что мы передаем тип, потом саму перемену. Сейчас можно записать одной строкой и намного проще для вот этого типа тоже указывать не нужно указывать int. Компулятор сам определит, что это int. Также в стандартных типах тоже было стандартных шаблонах тоже были изменения. Как раньше. раньше например если нужно было проверить из integer из same мы писали 2 типа и использовали двоеточие value. Сейчас это намного проще написать из same и передать два типа так как это идет алианс к старым шаблонам и добавим в ну начиная с 14 добавились атрибуты и в 17 тоже добавились некоторые атрибуты которые довольно очень полезные но один из атрибутов это maybe unused это позволяет компилятору их игнорировать warning типа это неиспользованная переменная если она что-то возвращает либо метод который не используется например на cs вот это переменная и мы хотим чтобы она вот эту переменную компилятор не рвался раньше нужно было написать void типа мы как будто мы ее используем но сейчас можно более элегантно с помощью атрибутов и еще один есть очень полезный атрибут это указывает что что возвращаемый тип функции должен быть всегда используем то есть например если мы указываем как у метода типа int то обязательно этот int тоже в какой-то перемене присвоится либо где-то он должен быть используем ну а один из примеров например мы можем указать у метода мы можем указать в enum что этот enum должен обязательно проверяться возвращаем его из функции это очень тоже полезно функция когда там нужно проверить какие-то указатели какие-то ошибки и добавилось еще std optional я думаю те которые работали с boost общином знакомы сама идея то что как мы как раньше нужно было когда например мы конвертировать строку wind и нам нужно как-нибудь вернуть то что она скомментировалась не скомментировалась у нас есть один из способов это передать out переменную и потом ее проверять скомментировалась не скомментировалась типа можно более проще это использовать std optional и в самом условии когда мы возвращаем этот объект проверять это true-false и если это true тогда мы выводим это элемент но это намного проще упрощает проверку всяких кейсов когда у нас элемент может вернуться может не вернуться и так чаще добавляем std вариант если мы рассмотрим предыдущий пример то например если у нас не только был а там какой-то анум типа мы хотим проверить какие-то там различные ошибки кроме true-false то мы можем указать как возвращаем парамент std вариант и тип который мы ожидаем и сам анум который указывает какой тип ошибки и как раньше например нам мы должны проверить если все окей то выводить плюс 17 можно проще мы возвращаем этот вариант и проверяем если этот вариант хранит int значит все окей и мы можем из этого вариант получить int вот один из но с вариантом нужны варианты есть такие нюансы например вот у нас есть два класса у них у всех мы выводим вызов ну когда вызывается конструктор и деструктор мы в консоль выводим что это вызывается конструктор и деструктор и есть у нас такой есть у нас функция main и первое мы здесь собираем наш my type other type muted вариант и потом этот вариант присвоим на один объект и что мы видим консоли первое когда сдаем вариант мы вызываем структор первого объекта вот он вот здесь он вызвался дальше мы создаем временный объект other type и начинаем присваивать во время присвоения мы удаляем объект который у нас варианту и потом потом мы удаляем временный объект и удаляется и после выхода функции удаляется объект который хранится в варианте и если спройтись посмотреть output то количество конструкторов деструкторов разные у кого-то есть какие идеи почему она разная или может чего-то не хватает там конструктор move 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 конструктор ну да либо конструктор копирования но очень такой забавный кейс который очевидно не видно и можно на интервью такой кейс задать есть еще добавление std any я знаю многие работают с legacy кодом например в моем проекте там много legacy кода и очень везде есть вот этот void звездочка это очень небезопасно я думаю не стоит рассказывать почему это неправильно и есть более элегантный кейс это sd any но я думаю те которые работают с boost они с этим знакомы в общем мы в этом переменном можем хранить любой тип то есть например у нас есть snap у нас ключом является string и value sd any и можно поставить int строку float и дальше мы можем проверить какой из этих типов и вывести консоли то есть это может использовать для парсивания командной строки или парсивания какого-то файла который мы не знаем какой будет тип его нужно хранить в одной структуре в одном контейнере также у нас добавили очень хорошую вещь это string view что это такое string view это константный указатель константный указатель на строку и size то есть например если у нас есть строка мы с нее можем взять под строку и хранить в string view но string view не будет храниться сама по строкам будет храниться только указатель то есть у нас есть hello world мы берем с этого substring это у нас является string view и пытаемся вывести консоли но есть нюанс что string view он не работает он не работает с строками которые человек сдержит окончание строки то есть если например какие-то алгоритмы которые проверяют которым нужно пример окончания строки то они будут неправильно то есть например на cs мы создали string view которая является sub-строкой и она хранит указатель на а вот это до начала вот это строки то есть если например ввести типа дата то он выведет все слово а если без даты то выводит конкретные конкретные саб-строку затем нужно будет очень осторожно и это удобная штука которая позволяет работать с другими строками например у нас есть три типа строк там string и какая-то там своя строка и у нас есть функция которая принимает только string view и очень легко конвертировать это свои строки в string view нужно передать только указатель и размер и один пример string сконвертировать как string сконвертировать а еще забыл указать то что так как хранится константный указатель то string view не может не может редактировать строку на которой она хранит то что она не является владельцем этой строки и то что все методы являются конт эксп это довольно упрощает на этапе компиляции нужно какие-то константный указатель или константная строка да извините константный указатель на строку да ну да то есть string view она не владеет она хранит указатель на строку и она не может редактировать саму строку и все ее методы const exp кроме операта вывода и хэш также в SQLP18 добавились алгоритмы поиска строк в тексте добавились два алгоритма boi 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 и упрощенный алгоритм но я думаю все прекрасно что у нас есть типа обычный search который проходит линейно данный алгоритм позволяет более эффективно искать какое-то какое-то слово в огромном тексте но я тут не приводил более такие сам алгоритмы я думаю это нужно будет почитать и в этой книге довольно очень хорошо описано и наконец-то добавили работу с файловой системой в принципе по аналогии которые у нас являются есть есть и boost boost файл систем но посмотрим пример у нас этот пример выводит содержание в папке мы передаем в аргументах в путь к папке если нет берем текущий путь там по системе все запасано на path то есть у нас берется current path этот метод принимает тоже path у нас есть итераторы по directory мы можем проверить этот директор либо это файл и можем вывести его имя и узнать его размер и также в этой библиотеке реализовано мы добавляем новый итерация по path и допустим мы хотим добавить новый путь к директории то у нас сама добавить нужный слэш или обратный слэш довольно очень удобно и добавили в стандартные алгоритмы добавили параллельное выполнение например dcs for each мы можем указать его execution policy применять последовательно либо параллельно либо возможно будет возможно попробовать его вакторизировать и это тоже в некоторых алгоритмах это упрощает но нужно быть осторожным потому что там не разговариваются race condition но и все естественные штуки которые связаны с параллельным и нужно быть внимательным на обработку исключений если каком-то потоке будет исключение то это все будет исключение бета allocation а не обычный стд exception это нужно быть внимательным добавили стд байт это тоже упрощает когда нужно работать именно конкретно за одним байтом у него поделиваются все байтовые интеракции и в некоторых моментах это намного проще чем свою реализацию байта писать также были улучшения для контейнеров одно из них это мы можем управлять самой ноде в мапе и сете например когда нам нужно переместить один элемент в другой сет мы можем вызвать метод extract который вернет саму ноду в дереве и вставить в другой сет это нода она является movable и намного проще также добавить методы true a place который позволяет проверить если этого объекта нету туда вставить то есть например у нас есть бурсинки пример первый элемент будет вставлен второй он не будет вставлен потому что он еще есть в этом элементе также например у нас упрощено когда у нас есть свой класс например user и в него нету дефолтного конструктора это и мы хотим вставить элемент то есть мы можем использовать метод insert on assign и вызвать свой конструктор с нужными аргументами также будет изменены в методе который называется mplay.spec в предыдущем версиях он ничего не возвращал то есть сейчас он возвращает референс на сам контейнер и можно вызывать другие методы также добавлены был scope который позволяет захватывать несколько объектов например у нас есть два mutex и нам нужно каждый mutex за локоть раньше как нам нужно было писать три строки сейчас намного проще это все реализовать и рассмотрим такой пример который у нас есть какой-то метод рефактора с помощью община есть этот вариант например у нас есть какой-то класс который если он валидный то мы с него считываем если не валидный то пишем одну из ошибок либо в эту переменную и мы ожидаем что этот метод вернет какое-то значение в эту переменную типо num animating как мы можем это все адрефактор первое это место бул заменить на код ошибок и указать то что мы должны их обязательно обработать также вот эти все значения перевести в структуру как и сам возвращаемый элемент вместо этого була заменить на тот результат который мы ожидаем и сам код ошибки и у нас будет вот такое вот тело этого метода если у нас что-то неправильно какой-то передаваемый объект инвалидный мы можем вернуть ошибку инвалид с selection или если все окей то мы там выбираем где он какой-то заполняем вот это selection data и возвращаем и как это будет в main функции выглядеть у нас есть какая-то переменная мы это можно записать в вифе мы возвращаем результаты переменную проверяем если все окей то там из этого варианта получаем этот selection data и выводим его в консоль если нет то мы обрабатываем сам кого-то щеплю у меня все всем спасибо есть какие-то вопросы может кому-то будет детально что-то нужно объяснить ну в основном это все большинство функций перешли из boost option ой boost library а вообще кто-то на проект еще перешел у нас плюс 17 я так понимаю мало людей возможно здесь никто пока не пишет что-то а вот например от работы node discard например они выделены в квадратных скобках и черванным вообще не вызначилось с индексом нет я просто выделил в красном чтобы наглядным было ну их так и пишется через подвинение скобки ну да как обычные атрибуты ну добавить с кучей добавить атрибуты и вот эти атрибуты они обозначать в этих квадратных скобках ну раньше как у каждого компилятора были там свои там нижние подчеркивания там какие-то там атрибуты называются атрибуты либо там ну это зависит от компилятора сейчас это будет централизировано ага ясно а да и в 17 а ревью есть в 17 то есть панологии стримы фью че вин пизднейшую работу насчет ревью я не знаю нужно будет посмотреть ну наверное ну наверное будет в следующем стандарте потому что насколько я знаю о стриме видео добавили в 17 наверное в следующем стандарте будет и ревью что это не стд спан который принимает указатель и размер и например если есть новый контейнер который работает с ну как си придется указатель и размер то там это все энкомпенцилируется прибирается типа там size и так далее ее можно использовать в стандартных алгоритмах ну похоже ну это это не знаю я не знаю Продолжение следует...